Эти маленькие птички появились более двух с половиной миллионов лет назад. Существовало множество примет, связанных с ними. Большинство не самые благоприятные. Наши предки считали, что сычи предупреждают о грозящей опасности. На самом деле это обычные ночные хищники, которые могут быть грозой только для грызунов и крупных насекомых. Длина тела сыча всего около 30 сантиметров, а масса не более 200 граммов. Так, обыкновенные совы вдвое больше своего сородича. Сычи относятся к совообразам, но являются самыми мелкими совами. В нашей области очень часто встречается домогый сыч. Ну, не совсем очень часто, он занесен все-таки в Красную книгу региональную, но, скажем так, чаще, чем его собратья. Встречают у нас еще мохноногого сыча, но очень редко. И подозревают его, что он выгнездится в нашей области, но в последнее время точных заметок и наблюдений по этому факту давненько не было. Вопросами супружества пернаты начинают заниматься зимой. Самцы до весны облетают окрестности, давая бесплатные концерты. Примечательно, что в брачный период шипящий свист в конце сопровождаются приятной трелью, а потом мяуканьем. Когда пара сложится, через несколько дней самочка откладывает яйца. Домовые сычи – территориальные птицы, то есть они очень охраняют свой участок, на котором они делают гнездо, собственно, и охотятся, в принципе. Что можно активно использовать при возврате в естественную среду птенцов, слетков, которых по ошибке подбирают люди. Таким образом, за прошлый сезон нам удалось вернуть двух таких птенцов, то есть находили место, где был подобран этот самый слеток, проигрывали песенку этого домового сыча, он прилетал на нас ругаться или смотреть, что там еще за сычи, пришли на его территорию. И в этот момент мы там оставляли птенца, его слетка, и затем несколько дней вели мониторинг, кормит ли он его, смотрели, есть ли погадки. Все произошло удачно, и вот таким образом удалось восстановить семью сычей. Птицы создают пары на всю жизнь, строят гнезда или селятся в дупло. Пока самочка высиживает кладку, самец заботится о будущем потомстве. Подменяет ненадолго спутницу, носит добычу. Всячески охраняет дом от посягательств и недругов.